Здравствуйте! Межрайонная ФНС номер 23 по Свердловской области представляет информацию для граждан о том, как можно получить государственные услуги Федеральной налоговой службы России в электронном виде не только на официальном сайте Федеральной налоговой службы но и с помощью единого портала государственных и муниципальных услуг Сейчас хочется более подробно остановиться на том перечне услуг, которые через портал граждане могут для себя получить То есть портал у нас является Федеральной государственной информационной системой, которая у нас обеспечивает предоставление государственных и муниципальных услуг в электронной форме Зарегистрированный пользователь может воспользоваться всеми услугами в любое удобное для него время что максимально экономит время, предоставляя возможность взаимодействовать с налоговыми органами, не выходя из дома Через портал государственных услуг можно зайти в личный кабинет, можно узнать задолженность по налогам Можно подать налоговую декларацию по форме 3НДФЛ, можно получить сведения из единого государственного реестра юридических лиц Можно зарегистрироваться как индивидуальному предпринимателю или юридическому лицу, а также можно узнать свой ИНН Как я уже перечислила, перечень услуг, которыми может воспользоваться гражданин на портале Госуслуг достаточно большой Так вот, например, для того, чтобы узнать свой номер ИНН, необходимо только занести паспортные данные И человеку будет доступен этот номер, который присвоен налоговой инспекцией Например, для того, чтобы проверить задолженность по налогам, достаточно знать ИНН гражданина То есть минимальное количество информации, которое отражается в этих электронных сервисах портала Госуслуг Позволяет налогоплательщику получить информацию, как я уже говорила, по тем услугам, которые отражены на портале Ну и налоговая инспекция также рекомендует плательщикам наряду с пользованием официальным сайтом Федеральной налоговой службы Пользоваться и порталом государственных услуг Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!